В рамках акции «Брест. Культурная столица Беларуси» в городской библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина состоялась встреча с талантливым писателем и фотографом Виктором Хмаруком. В творческой копилке автора четыре сборника поэзии, каждый из которых является продолжением предыдущего. Яркие названия «Я покину свой тень», «Зерна», «Ростки», «Соцветия» говорят о многом, но прежде всего о глубокой внутренней философии автора. Сейчас поэт работает над новым детищем, сборник также станет логическим продолжением предыдущей серии. В Бресте Виктор Хмарук малоизвестен, но организаторы встречи уверены, что на литературном поприще он зарекомендовал себя весьма успешно. Стихи действительно удивительные, заставляющие задуматься о том, как мы живем, зачем мы живем, что с нами происходит. Сегодня библиотека Александра Сергеевича Пушкина получила в подарок от Виктора Хмарука более 60 книг. Так что приглашаем всех брещан познакомиться поближе с этим замечательным автором. Виктор начал писать стихи еще в школе, но волею судеб ему пришлось связать свою жизнь с экономикой, поступив в технический университет. Однако изучение точных наук не помешало автору творить. Известный афоризм «зарыть талант в землю» не про героя нашего сюжета. Он писал, пишет и будет писать всегда. А еще на взгляд Виктора Хмарука, чтобы все складывалось, нужно не лениться, не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. И уметь видеть прекрасное в, казалось бы, совсем обыденном. Все стихи, почему-то вот с кем бы говорили, то есть они все философской направленности. То есть очень, ну, лирики мало, в основном заставляющие человека задуматься или же подтолкнуть к каким-то решениям, к проблемам. Потому что многие люди, как говорят, это вот написано про меня. Или же я так думаю, но я это не мог сказать. Помимо лирики, Виктор Хмарук увлекается пейзажной фотографией. Представленный в библиотеке фото-вернисаж под названием «Как не любить эту землю» насчитывает более 60 работ. На фотографиях белорусские пейзажи, природа которых завораживает. Церкви и костелы, реки, озера и леса. Гармоничное сочетание поэтических мотивов и лирических фотомгновений не могли оставить зрителя равнодушным. Вот звуки тишины, душевные муки, блики луны, холодные руки, одинокая грусть, лезвие бритвы, учу наизусть, мамины молитвы. У публики творческая встреча вызвала живой интерес. Общение с писателем проходило в неформальной дружеской обстановке. Безусловно, творчество поэта нашло своих читателей и ценителей, тех, кому близко философское восприятие мира, природы и жизни. Я очень люблю фотографии, люблю стихи, люблю творческих людей. Творческий человек это вообще редкость, ну не то что редкость, но во всяком случае мне это очень нравится. Я посмотрела вот работы, которые за моей спиной, они замечательные. Фотографии впечатляют, завораживают, очень красивые, особенно они сняты в такую прекрасную погоду, сочетаются очень красиво на фоне неба, облаков, сразу какое-то величие возникает этого храма, превосходство, очень привлекают. Гости литературного праздника убедились, только человек, который действительно любит свой край, может передать его красоту и неповторимость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова